Девушки отдыхают 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 По статистике, за последние несколько лет россияне стали читать в два раза меньше. Все больше времени люди проводят перед компьютером или телевизором. Единственное место, где мы пока еще читаем книги, это туалет. Питайтесь неправильно. Не проверяйте срок годности продуктов. Покупайте шаурму. Читайте больше. Ролик создан при поддержке начитанных продавцов шаурмы. Вот придурок! Я же ему сказал, на максимальную скорость не ставить. Слушай, надо же теперь его оттуда как-то вытаскивать. Эй, парень, как ты там? Нормально, только очень тесно. Не волнуйся, мы уже вызвали спасателей. Здорово, Жалый. Здорово. Че мутишь? Да блин, поминаешь башка. Пришло время нам стать суперзвездным. Жалый, ты че гонишь? Ты че опять наспорт дверь башкой выбивал? Да нет, ты понимаешь, просто кабан под мышкой, короче, сыграл «We are the champions», понял? Ну вот. Не, ну у меня не получается, как бы у него слух получше, понимаешь? Вот, и выложил, прикинь, это в интернет, и все, сейчас стал знаменитым. Кабан стал знаменитым? Ну, че, серьезно? Понимаешь, вот нам тоже надо че-нибудь выложить в интернет. Слушай, а помнишь, ты свистел ухом? Да оно ржавое, это не то. Надо че-то посерьезней, покруче че-то. Может, носом? Это как-то не мелодично. Эй, Лохазар, снимаешь? Давай, поехали. Мы башка ржавые, чтобы ты знал. Семечки и кепки, это наш стайл. Мы самые крутые, пусть знает страна. Для нас нет авторитета, кроме кабана. В подъезде мы словно рыбы в воде. Башка, у тебя семечка на бороде. Кто-то говорит, что мы не культурные. Вам на лысый череп, мы культурные. Где лучшие девчонки? У нас в подъезде. Где можно отхватить? У нас в подъезде. Где люди живут гоп-стопом? У нас в подъезде. Если мы нужны тебе, ищи нас в подъезде. Йо-йо, поищи нас в подъезде. Давай, давай, лохозавр. Все крутое. Не шутя мы зажигаем его. Сегодня Луиза стражит машину Рубена всю ночь. Добрый вечер, девочки. Здравствуйте. 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 Я известный продюсер. Как Игорь Матвенко, только Армена Азнавурьяна. Памела. Луиза. Да. Каролина. Каролин. Армень. О, Рубенчик, здравствуй, дорогой. Здравствуй, рад, рад видеть. Объясни мне, пожалуйста, что ты здесь делаешь? Ну, понимаешь, у меня давление упало, вот я решил зайти, посмотреть, немножко повысить. Ты у меня уже три группы увел, чтобы повысить себе давление. Этих я тебе не отдам. Давай,ди отсюда. А то что, а то я тебя от земли достану, ара. Я на метро не езжу. Ну, посмотри, я тебе носа отпущу. С одного раза не получится. Ты всю жизнь на лекарства работать будешь. У меня как раз сейчас сеть аптек открывается. У всех твоих родственников до седьмого колена проблемы будут. У моих родственников по два колена. Ты что, такой дерзкий? Вот я красивый такой. Я сейчас кое-куда позвоню, и ты выйдешь отсюда, понял? Да. Слушай, иди отсюда. Не уйду. Брат, я тебя когда-нибудь обманывал? Бен, а что ты ему такое сказал? Я сказал, что на Киевском вокзале можно розы продать по сто двадцать рублей. Брат, ты что-то все-таки смелый, сильный. Как тебе вот это? По-моему, очень идет. Да? Слушай, а может, все-таки вот это? И это тоже. Нет, ну, у меня такое чувство, что тебе все равно. Тебе плевать, как я выгляжу. Тебе плевать, что я надену, что обо мне подумают окружающие. Господи, как я от этого устала. Ты просто бессердечный. Девушка, извините, а может быть, вы все-таки заплатите за пиццу, но я пойду? У меня еще четыре заказа. Нет, нет, подожди, подожди. Может быть, все-таки вот это? Оно вам очень идет. Нет, ну вот опять, оно вам очень идет. У тебя что, других слов нет? У тебя фантазия не работает? Да. У вас завелась бабулька, и вы не знаете, что с ней делать. Бабулька не дает вам покоя и заставляет убираться. А все эти спреи и мелки против бабулек не помогают? Мы знаем, что вам поможет. Программы Геннадия Малахова. Без конца они... Что? Ох, программа Геннадия Малахова. Программы Геннадия Малахова. Лучшее средство от бабулек. Как структура организации потребительской кооперации представляет собой состав и соотношение входящих в нее подсистем. Статистическая отчетность – это совокупность составляемых по утвержденным формам отчетов предприятий, организаций, которые они представляют на бесплатной основе. Алло. Геннадия Михайловна, я уже освободился. Да, получилось пораньше. Я им лекцию пятого курса прочитал. А вот. Поезжай. Так, вот ты длинный. Иди сюда в угол. Иди, иди. А ты большой. Давай вот сюда, к синя. Так, ты красивая. Ну-ка, встань у входа. Так, давай, давай. Так, вы, девчонки, вот сюда. Давайте вот сюда. К синя. Так, в юго, лысый. Лысый. Лысого вообще не должно быть. Точно, не должно. Давай, иди сюда, свобода. Будьте, пошел. Давай, давай, давай. Так, вы что тут делаете, а? Товарищ майор, вы же сами постоянно твердите, что в отделении должен быть порядок. Ну, вот мы купили книгу порядок по фэн-шую. И расставили все по фэн-шую, чтобы у нас в отделении была аура любви и благополучия. Вот смотрите, длинные предметы в углу, большие у стены, красивые у входа. А лысый здесь вообще не нужен был бы, вы его выгнали. Ну, придурки, я вам сейчас влеплю два строгих выговора по фэн-шую. Ну-ка, марш догонять лысого. Товарищ майор, ну лысый же нарушал ауру любви. Я тебе сейчас устрою ауру любви. Марш залысим! Бегом! Руку. Даешь молодежь! Мэри, я должен сказать тебе. Я люблю тебя! Лисинюшечка моя. Не плачь. Это у них сейчас все хорошо. А потом они поедут в романтическое путешествие. Их там поймает маньяк с пилой и убьет обоих. Спасибо, челюсть, успокоил. Я так люблю хэппи-энды. Алло, мам. Как через полчаса? Ваши родители неожиданно приезжают с дачи, а у вас в комнате не убрано? Не беда. Заметите все ногой под ковер. Нога. Самое эффективное чистящее средство. Зачем тратить на уборку полчаса, если это можно сделать за одну минуту? Используйте ногу. А может, вам надоело постоянно полное мусорное ведро? Заметайте все ногой под ковер. И мусорное ведро вам больше не понадобится. А если у вас вдруг закончилось место под ковром, не беда. Можно замести все ногой и за диван. Нога. Универсальное чистящее средство. Но что же делать, если у вас устала нога? Используйте вторую. Две ноги в два раза чище. А может, вам необходима влажная уборка? Зачем тратиться на швабру? Используйте ногу с шерстяным носком. Но и это еще не все. С помощью нашего супер-средства вы можете не только убрать мусор, но и заранее предотвратить его появление. Нога. Самое универсальное и эффективное чистящее средство. Позвоните нам прямо сейчас и получите два шерстяных носка бесплатно. Нога. Революция в уборке. Революция в уборке. Давай танцевать. Марина! Марина! Иди сюда. Так, слушай, ну это перебор уже, конечно. Марина, послушай меня. Нормальные девчонки в Москве не танцуют. А нафига ты, когда клубка деть? Я когда боролись здесь клубом, и хожу, я вообще майку выжимаю. А если я еще танцевала? Марина! Хватит. Значит так, запоминай. Сейчас мы будем стоять здесь и ждать, когда к нам подойдут парни какие-нибудь красивые, знакомиться. И пока они нас чем-нибудь не угостят. Ясно? Зачем ждать? У меня сама есть чем угостить. Вот. Так. Что у нас тут? Вот. Парень, это что такое? О, это псы по-воронежски. О! Это моя бабка, она запила, гонит. Супер шляга. Так. Яйки, сальцы. Сейчас все парни будут наши. Марина, только это ни один нормальный парень есть не будет. Это не для меня. Это для меня. Ну все, я в нужной кондитере. Ах, держите меня! Все парни мои! Да я ж молодежь! Укроп. Укроп! Мы где? Тихо, 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 без паники. Мы в самолете. Мы что, куда-то летим? У нас что, отпуск? Ну да. Мы же сидим, ничего не делаем. У нас, походу, отпуск. А где мы взяли деньги? Ну это, наверное, отпускные. СМЕХ Подожди, Укроп, а куда мы летим? Кекс, мы летим в Бишкек. Что еще за Бишкек? Ты что, Кекс? Бишкек – это столица Тергизии, расположенная в предгорье Кеньшане, в 40 километрах от Киргизского хребта и 25 километрах от границы с Казахстаном. Население Бишкек... Подожди, подожди, Укроп. Ты что, опять в туалете энциклопедию читал? Да. СМЕХ Так подожди, мы действительно летим, нам не кажется? Ну конечно, все по чесноку, Кекс. Смотри, люди тоже летят. Спасибо. Привет, Бешкекца. Бешкек, это наш город. Уважаемые пассажиры, пристегните привезные ремни и ознакомьтесь с правилами безопасности. Копчик, что ты им тут объясняешь? Там рулить некому. Адем мы и так от графика отстаем. Сейчас. Все, Бешкек, встречай нас, мы летим! У-у-у! Ю-у-у! Хай, Данила! Хай, Герман! Сегодня такой прекрасный день. Вау! Ты просто сияешь! Что случилось? Тебе не нужно участвовать в показе Славы Зайцева? Нет, Герман. Я стал лицом известной торговой марки. Вау! Дай угадаю. Эдуардо Лояни? Нет. Микеле Ткачини? Нет. Ну все, я сдаюсь, сам скажи. Это куриные паштеты Ряба. Куриные паштеты Ряба? Да, куриные паштеты Ряба. Что смешного? Нормальный контракт на три года, зато я буду на всех рекламных плакатах страны. Вот, смотри. Куриные паштеты Ряба. Вау! И много платят? Платят? Ну и в месяц 60. О! 60 тысяч долларов или евро? 60 банок паштетов. Вот, кстати, аванс. И вот. Данила, и что ты будешь со всем этим делать? Герман, ты тупой. Я буду это есть. Что еще можно делать с паштетом? По условиям контракта я должен есть это везде, где я нахожусь. Ммм! Ммм! Так вкусно! Ммм! А знаешь, почему вкусно? Потому что это куриные паштеты Ряба. Да, конечно. Куриные паштеты Ряба. Для желудка Дада. Данила, я сейчас умру от смеха. Смеха сколько хочешь? Все, мне пора. Куда? Куда? Межу идти на рекламную фотосессию. А? Лярла. Здравствуйте. Вашему вниманию прилагается удивительная версия эксклюзивной косметики, которая поможет сделаться вам в два раза моложе, если вы купите ее прямо сейчас. Сынок, хватит. Заходи, поешь. Запутался совсем. Мама, если я ее не продам, то меня завтра уволят с работы. Пожалуйста, купи хотя бы ты, а? Опять, сынок, да у нас весь дом в этой косметике. Мама, мама. Так, заходи, поешь борщика, тогда что-нибудь куплю. Правда? Спасибо. Валера. Чего? Валера, угадай, что у меня есть. Чего? Ну, ты готовься, я сейчас приду. Все, теперь твою маму нам не помешает. Ну-ка, а? Ну-ка ты! Иди чини трубу, пока соседи не затопило. Ах, сейчас она тяжелая! Почему? Иди чини. Иди чини. Оу, тренер, брат, кто вас тронул? Чего, меня? Да я сомневался, кого хочешь, убью. Сомневаешься ты? Вообще не сомневаюсь. Вы же 500-кратный олимпийский чемпион, вы нам сами говорили. Да? Ну, что с рукой, а? Да-да, ну, какая-то рапина там, 73 шва, ну, да, вот что-то так. Да, все, нормально все. Так, кстати, что вы вчера делали после тренировок? Мы, короче, тренировались, вечером вышли из спортзала, и стоит, короче, очень здоровый тип. Он прямо здоровый! И мы с ним подумали, что это он, здоровый лес? Да, и мы, короче, этого черта воткнули просто. Мы его воткнули, тренер, воткнули, блядь! Он не черт, он нормальный мужик. Вы нормального мужика воткнули. Может, даже быть, уважаемого где-то там, ну... Тренин, да какой уважаемого? Он вот так вот лицо прятал, он, походу, очкун. Вот очкун. Да не очкун, ну, мужик, он от милиции прятался. Вот вы его били, милиционер проходил, увидел его, узнал бы, забрал бы к себе. Какой позор потом был бы, вы не думали об этом? Нет. А, кстати, а кто его бил конкретно? Да особо никто и не бил. Мы его повалили, и я у него на руке танцевал. Вот так вот, привет. Да, вот так вот танцевал, да. Я только не помню, на какой руке танцевал, на правой или на левой? На правой, на правой, скотыны. Что? Не, ничего, ничего. Сейчас мы дружно, пойдем в спортзал, и вы каждый на своем мизинчике по пятьсот раз, по пятьсот два раза будете отжиматься, а я сяду на вас и буду контролировать. Понятно? Да. Быстро! Сейчас, да. Тами, как мы будем по пятьсот два раза отжиматься? Он в прошлый раз, когда сел на нас, мы на мизинцах два раза всего отжались. Подожди, Лай, давай это без паники. Ты что, не знаешь, какой у нас тренер? Он же любит преувеличить. Посмотри, какой от себя живот преувеличивает. Я на туристичке, а мы его преувеличили. А где твоя меховая накидка? Дай угадаю, она на лице. Герман, я не Данила, я его брат-близнец Петр. Тебя бросил Мишка? Да. Давайте знакомиться. Меня зовут Ирина Федоровна, а вас зовут Артур и Володя. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе-кхе. Прикольно она обзывается. А ты сгущенка. Кхе-кхе-кхе-кхе. А вот эти фильмы, я с ним поцеловаюсь, кинотеажи. Мишка, Мишка, спасай меня. За мою честковую гонится. Чуня, у брачный период. Меня Денис бросил из-за какой-то бабы. Какой сволочь. Продолжение следует...